Октябрьская библиотека имени Николая Жернакова представляет презентацию о приходе в устье Северной Двины экспедиции Ричарда Ченцлера. Еще накануне Великой Отечественной войны на бугре у Красной пристани лежала плита с рельефными латинскими буквами. В этом месте в 1553 году Ричард Ченцелор сошел на берег Белого моря в России с английского торгового корабля «Эдуард. Благое предприятие». Неприметная плита, лежавшая вровень с землей, была посвящена событию, далеко превосходившему по своему значению ее скромность – открытие Западом России и Россией Запада. В 1493 году португальский мореплаватель Христофор Колумб открыл западный путь в Индию, который привел Европу к несметным богатствам Северной и Южной Америки. В первой половине XVI века поток южноамериканского золота и серебра буквально захлестнул Испанию и Португалию, обеспечив им на какое-то время процветание и могущество. Для Англии, извечного соперника Испании, сложилась опасная ситуация, требовавшая срочного поиска альтернативного решения. Таким решением могло стать получение доступа к богатствам далекой Индии. Если могущество испанской короны опиралось на золотые рудники Южной Америки, то Индии суждено было стать жемчужиной британской короны. Другие европейские государства также включаются в эту гонку за сокровищами Востока. В Англии по инициативе Себастьяна Каббета создается общество купцов, искателей, открытия стран, земель, островов, государств и владений неизвестных и доселе непосещаемых морским путем. При поддержке этого общества в плавании для поиска северо-восточного морского пути снаряжается экспедиция. 20 мая 1553 года из Гринвича, провожаемая Королевским Советом, придворными и огромной толпой горожан, в море вышла экспедиция, состоящая из трех кораблей. Во главе экспедиции стоял сэр Хьюк Виллоуби, назначенный на эту должность следствия его хороших личных качеств, а также выдающейся ловкости в военных делах. Виллоуби командовал судном Буон Аспиранца, что в переводе значит «Благая надежда», с командой 38 человек. Следующее судно называлось Эдуард Буанавентура. Эдуард – благое предприятие. Был самым большим кораблем экспедиции, он имел 54 человека в команде, а командовал им Ричард Ченслер. И третье судно Буана – конфиденция, то есть благое упование, под командованием Дерфорта. Имело в своем экипаже 24 человека. Вот с такими скромными силами англичане решили достичь Китая и Индии. Король Эдуард VI выдал экспедиции и лицензию на открытие чужих стран. Экспедиция была снабжена грамотой, написанной на латинском, греческом и других языках. Причем в ней весьма благоразумно говорилось, что единственной целью экспедиции является открытие новых стран и установление торговых связей. 24 июля 1553 года экспедиция достигла берегов Норвегии и двинулась вдоль скандинавского побережья. В первых числах августа корабли разметало бурей. Эдуард Буанавентура под командованием Ченслера потерял своих спутников и зашел в Белое море. К концу августа он достиг устья Северной Двины. Холмогорские выборные головы Филипп Родионов и Фуфан Макаров докладывали о приходе иностранных кораблей. Царю Ивану Грозному. Иван Грозный приказал доставить к нему англичан. Он с почестями принял их и согласился с предложением Ченслера об установлении постоянной торговли между Англией и Россией. Судьба двух других английских кораблей сложилась трагично. Сэр Виллоуби, согласно ранее достигнутой договоренности, в течение месяца двигался в заданном направлении и вел свои корабли на северо-восток. Но затем корабли повернули обратно и вынуждены были зазимовать в конце сентября в одной из бухт на северном берегу Кольского полуострова. Во время зимовки все англичане погибли от голода и цинги. На следующий год заморские карелы принесли в Холмогоры чудную весть. Нашли ли они на Мурманском море два корабля? Стоят на якорях в становищах, а люди на них мертвы, а товаров на них сказывали много. Оба корабля вместе с телами были в том же году доставлены в Англию. Очевидно, что руководство экспедиции не было готово к зимовке и не представляло всех ее опасностей. При подходе к устью Северной Двине англичанам открылись купола и кресты церкви. Это был Николо-Карельский монастырь. Но Ченцлер не стал, как говорится, в Поморской лоции наводить церковь Никольску в правый пролив, опасаясь, видимо, узкого входа в незнакомое устье, а повел свой корабль вдоль побережья на запад. О плавании Эдуарда Бонавентуры его первый историограф, гафмейстер королевских пажей Клемент Адамс, написал свое сочинение сразу же после возвращения Ченцлера в Англию. Повествует он в возвышенном стиле и с известной долей фантазии. Капитан Ченцлер направил курс к неизвестным странам и зашел так далеко, что оказался в местах, где совсем не было ночи, но постоянно сиял ясный свет солнца над страшным и могучим морем. 24 августа 1553 года Эдуард Бонавентура бросил якорь в открытой бухте ввиду какого-то селения. Не без труда вступив в контакт с местными жителями, Ченцлер установил, что англичане находятся не в Индии, а во владениях московского царя, и что перед ними лежит посад Нюнокса. Нью Нокс, как писали впоследствии в Англии. В изложении Адамса прибытие Ченцлера в Нюноксу выглядело следующим образом. После пользования непрерывным солнечным светом в течение нескольких дней Богу было угодно привезти их в большой залив длиной 100 миль и больше. Они вошли в него и бросили якорь, зайдя далеко вглубь. Оглядываясь вокруг и ища пути, они заметили вдалеке рыбачью лодку. Капитан Ченцлер с несколькими людьми направился к ней, чтобы завязать сношения с бывшими в ней рыбаками и узнать от них, какая здесь страна, какой народ и какой образ жизни. Однако рыбаки, пораженные странным видом и величиной его корабля, ибо здесь до того времени ничего подобного не видели, тотчас же обратились в бегство. Он же следовал за ними и наконец-то догнал. Когда Ченцлер подъехал к ним, рыбаки помертвели от страха, но он ободрил их знаками и жестами и дружеской лаской. Отпущенные Ченцлером рыбаки разнесли по всей округе весть о приезде неизвестных людей, чрезвычайно любезных и ласковых. Вслед за этим простые люди стали приезжать на корабль. Они добровольно предлагали новоприбывшим гостям съестные припасы. Эдуард Бонавентура, Эдуард – благое предприятие, вошел в историю как первый западный корабль, пришедший на наш север. Первым местом, которое англичане посетили после Нюнексы, был Николо-Карельский монастырь. Ченцлер обнаружил напротив монастыря удобную закрытую стоянку для судов и назвал ее «рейдом Святого Николая». Впоследствии это название англичане распространили и на всю Двинскую губу, и даже Белое море на английских картах того времени называлось «заливом Святого Николая». Так название небольшого поморского монастыря стало почти на 50 лет олицетворять собой главную гавань России, через которую осуществлялась торговля с Западом. Ченцлер – человек, пользовавшийся за свой ум большим уважением соотечественников. Во время пребывания в России тщательно изучал обычаи и нравы, жизнь народа и государственного устройства незнакомой страны. В вышедшем последствии в Англии описание своего путешествия он сделал ряд верных наблюдений. Например, русские – отличные ловцы семги и трески. У них много масла, называемого ворванью, которое большей частью изготавливается у реки, называемом Двиной. Труд Ченцлера называется «Книга о великом и могущественном царе русском и великом князе московском и владениях, порядках и произведениях, сюда относящихся». В нем содержится много описаний богатств Севера, таких, например, как это. Поморы ведут также крупную торговлю, вываренной из воды солью. В северной части страны находятся места, где водится пушнина. Соболя, куницы, молодые бобры, белые, черные, рыжие лисицы, выдры, горностаи и олени. Там добывают рыбий зуб. Рыба эта называется морж. Ловцы ее живут в месте, называемом Пусозеро. И привозят рыбий зуб на оленях, в лампожню, на продажу. А из лампожни везут в место, называемое Холмогоры, где бывает в Николин день большая ярмарка. Ченслер восхищается выносливостью русских воинов, думая, что нет под солнцем людей, столь привычных к суровой жизни, как русские. Никакой холод их не смущает, хотя им приходится проводить в поле по два месяца в такое время, когда стоят морозы и снега выпадает более чем ярд. Не поняв многого в жизни поморов, на наблюдениях за жизнью, которых он главным образом и делает свои обобщения, относительно русских. Ченслер, тем не менее, постоянно подчеркивает, нет другого народа под солнцем, который вел бы такую суровую жизнь. А пока Ченслер находился в Москве с дипломатической миссией, его корабль, носивший имя покойного уже короля Англии, отстаивался в Унской губе. Эдуард Бонавентура был переведен туда в октябре 1553 года по указанию холмогорского градоначальника Фофана Макарова. Здесь англичане впервые познакомились с русской зимой. Моряки отчаянно мерзли в своих легких одеждах, и только участие русских людей помогло экипажу благополучно перенести эту зимовку. А весной 1554 года Эдуард Бонавентура уже стоял у Никола Карельского монастыря на рейде святого Николая и вскоре принял на борт вернувшегося из Москвы Ченслера. Выждав погоду, Ченслер вышел в море, обратное плавание проходило благополучно, если не считать того, что корабль в пути был ограблен голландцами. Морской разбой был обычным в то время делом. Однако грамота Ивана Грозного уцелела и была доставлена королеве Марии. Тем временем результаты плавания Ченслера вызвали прилив энтузиазма при английском дворе и среди деловых кругов. И 26 февраля 1555 года в Вестминстере была утверждена хартия специальной компании, получившей исключительную привилегию на торговлю с Россией, так называемой московской торговой компанией. Одни из историков склонны утверждать, что в середине XVI века англичане открыли Россию так же, как, скажем, Колумб открыл Америку в конце XV века. Особенно такая версия нравится англичанам. Другие ученые утверждают, что Беломорье, через которое общалась Русь со всем западом, никогда не было диким краем. Эта территория была предметом пристального внимания всех развивающихся государств на всем протяжении их развития. И когда Ченслер шел к берегам Китая, не предполагая о существовании подвинья и Белого моря, двиняне уже на протяжении нескольких веков расплачивались за привозимые с запада товары не только дорогими мехами, но и английской монетой в том числе. А посему уместно задать вопрос, кто кого открывал. Ричард Ченслер в 1533 году открыл Белое море и подвинья, а посол Василия III Дмитрий Герасимов в 1523 году уже вел переговоры с итальянским епископом Павлом Иовием, который устроил русскому посланнику пышный прием. И путь держал Дмитрий Герасимов через двину в Белое море. В 1517 году в Россию прибыл австрийский посол Герберштейн. Это тоже представитель Священной Римской империи. Он тоже добирался в Москву через двину и холмогоры. Задолго до того, как Западная Европа, а еще раньше греки и римляне, получили какие-то крайне неопределенные сведения о Севере и Арктике, необозримые эти просторы уже были ареной деятельности многих племен и народностей Крайнего Севера. Из всего сказанного следует, что русские, а не англичане, то есть русские самостоятельно, открыли путь в Западную Европу. В 1556 году Ченслер снова появился в Архангельске, но уже в ранге официального посла с верительными грамотами от Марии Тюдор и ее супруга Филиппа, сменивших на английском престоле Эдуарда VI. В том же году вместе с Ченслером, возвращавшимся в Англию, туда было направлено первое русское посольство, возглавляемое Волокжанином Осипом Непеей. В пути произошло кораблекрушение, и Ченслер погиб, спасая русского посла. Непея же уцелел и добрался до Лондона, где был принят с большим почетом королевской четой, которая в ответ на любезности Ивана Грозного позволила русским купцам безо всяких пошлин торговать в Лондоне. По просьбе Ивана Грозного англичане отпустили с Непеей в Москву специалистов, докторов и злату и сребру искателей и делателей, и иных многих мастеров. Так было положено начало интенсивным торговым связям и регулярным дипломатическим контактам между Россией и Англией. Англия стала первым официальным и привилегированным партнером Московского государства. Торговля с Англией придала импульс развитию русского севера, стимулировала превращение монастыря Михаила Архангела в порт и крепость Архангельск. После того, как по инициативе Грея, агента компании «Московия», в Холмогорах было основано канатное производство, количество этой продукции, экспортируемой из России, неуклонно росло. Этот товар считался стратегически важным, поскольку шел на снаряжение английского флота. Ко времени сражения Англии с испанской непобедимой армадой в 1588 году Россия поставила большое количество канатов и тем самым способствовала усилению британской мощи на море. Несмотря на нервозность, присущую в дальнейшем англо-русским политическим контактам, торговля между этими двумя странами развивалась, а вместе с ней увеличивалось число англичан, надолго оседавших в Архангельске. Сменивший Ивана Грозного царь Федор Иванович писал в связи с этим Елизавете I. По всей Двине они живут с русскими как один народ. Англичане снимали избы и нанимали местную прислугу, что способствовало свободным контактам с русским населением. Они не чурались местного быта, отдавали должное черному хлебу, медовухе, монастырским рецептам приготовления рыбы. Русский север, находившийся далеко от Москвы, стал ареалом, в котором диалог двух наций и культур развивался естественно и беспрепятственно. В 1580 году московская торговая компания предпринимает еще одну экспедицию на восток. Она посылает два судна под началом Артура Петта. На этот раз цель экспедиции не только открытие морского пути в Китай, но и удержание за собой прохода туда для взимания пошлин с кораблей других государств. Корабль Петта сумел обогнуть остров Вайгач и первым из европейских мореплавателей прошел через Карские ворота и вышел в Карское море. Здесь он был встречен сплошными ледяными полями, которые вынудили его повернуть обратно. На западном берегу острова Вайгач Петт видел створные знаки, что свидетельствует о том, что плавание русских в этих водах было настолько частым, что приходилось заботиться о безопасности мореплавания. Везде, где бывали в тот период на севере английские мореходы, впереди по курсу открывались знаки, оставленные поморскими мореходами. В январе 1581 года Петт вернулся в Англию. Второй корабль его экспедиции под командованием Джекмина на обратном пути пропал у берегов Скандинавии. Дорога в Китай оказалась для англичан закрыта льдами, но зато открылась дорога в России. По пути англичан двинулись голландские купцы. В 1578 году первый голландский корабль зашел в Северную Двину. Так было положено начало торговли голландцев с севером России. На месте нынешнего Архангельска была построена первая голландская фактория. Вскоре значение голландцев настолько возросло, что английская фактория, построенная ранее на острове Розовом, Ягры, была перенесена туда же, где была и голландская. В 1584 году на берегу Северной Двины около Михаила Архангельского монастыря одним годом был построен деревянный город, получивший название Новохолмогоры, ставший вскоре центром всей российской заморской торговли. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание. Продолжение следует...